Кто выглядывает? Кто там выглядывает? Что, не хотите на мокрое идти? Ну и правильно. Вы слышите, как птицы поют? Лиза! Лиза! Нет, друзья мои, на это невозможно насмотреться. Ну, собственно говоря, вы видите, это все, что вам надо знать о дожде. Он просто не пробил наш дуб. Под дубом сухо. Идемте делать распаковку. Только я не знаю, здесь все мокрое. Просто абсолютно. Где ее делать? У нас уже даже посвежело. Но сейчас по-быстренькому распакую, покажу. Во-первых, я купила лабелию. В том году я ее тоже сажала. У меня была голубая лабелия. По-моему, кустовая. В этом году я купила белую и голубую ампельные. Вы смотрите, какая нежность. В общем, вот такая красота. Три таких, три таких купила. Не знаю, если честно. Может быть, соединю, а может быть, отдельно будут голубые, отдельно белые. Посмотрим. Дальше у меня идет красавица Бакопа. Тоже белая и тоже голубая. Голубая Бакопа невероятно красиво смотрится. Очень хотела я крупноцветковую Бакопу. Но у них остался только маточный куст. То есть не было в наличии деток. Ну, может быть, я еще и куплю, хотя у меня уже нет горшков на это. Но она так красива, что я куплю для нее горшок отдельный. Вот такая красотка Бакопа. А это вообще песня, песнявая. Посмотрите, это гипсофила. Две белых и одна вот такая смешанная, немножечко чуть-чуть розовато-белая. Вот и такая красота. Вот представьте, вот это будет в кашпо. Я счастлива. Это у меня алисум. Вегетативка, ампельный. Вот так. Ой, как он пахнет. Алисум. И это просто нечто. Ну и купила несколько кустиков вегетативной петунии. Белую. Вот такую с розовой серединкой. Розовую. Это вот для тех горшков, на которых моей рассады не хватило. У меня, конечно, она семенная, невегетативная там. Но тех сортов, которые я хотела, не было. Поэтому я решила взять вегетативку. Она тоже мощная. Еще купила вот такие два кустика. Да я не помню, как называется. Как вспомню, обязательно расскажу. Цветут, как ромашки, не астеоспером и не хоризонтема. Ну и менее интересная, но не менее полезная часть. Взяла вот такой вот какой-то вот муравьин. Я его в том году брала. В принципе, мне кажется, работает. Не знаю, как он называется. Муравьин, да, от муравьев. На 100 муравейников. Так, что еще? Вот такую вот штуку взяла. Она у меня, у меня такая штука была лет 10. И она даже не сломалась. Она так погнула, что я назад вернуть не смогла. И пришлось вот купить новую. Надеюсь, будет служить тоже так же долго. Не знаю, что за это самое. Так, это я купила серо-коллоидное. Немножечко закислить почву под гортензиями. Не знаю, надо будет читать, пробовать, смотреть. И это азофотка универсальная. И это я купила пиравит от хлороза. Петушки иногда хлорозят, поэтому взяла пару пакетиков. Затем купила вот такое тоже кисленькое удобрение для гортензий. Не знаю, никогда не покупала. Ничего вам сказать по этому поводу не могу. И купила еще мешок вермикулита. Добавить надо будет в почву, потому что она у меня такая узнаватая по цветочке. В общем, вот такие у меня сегодня покупки. Цветы такая красота. Мама дорогая, прям я не могу. А, как они мне идут, скажите? Это просто песня. Алису дурманит прям. Прям дурманит. Всем хорошего дня. Скоро будет рецепт ужина нашего. И чуть не забыла, еще вот такую вот щетку швобру взяла. Не знаю, чего-нибудь сметать. А то у меня что-то они все поломались. Боже, она мне нравится. Она очень легкая, маленькая, прям как я. И подходит к моим ногтям. Сгляните, какая красота. Это, собственно говоря, их можно...